так 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 мудрёныч мудрёныч давайте глянем какой там небольшой наверно когда капитан 10 минут кста 10 минут кста исследование тихого тихого океана часть 5 и потом пойдем играть ребятки в замечательный клуб романтики самюэл уоллес готовьте салфетки прибыл на таити местные жители выплыли и закидали его суд что делать если влюбился в девушку оказался парень ебатель конечно на камнями а уоллес в свою очередь открыл по ним огонь из пушек но потом они организовали торговлю команда корабля обменивала у таитян гвозди на еду но потом это превратилось в проблему моряки очень быстро поняли что местные женщины готовы с радостью менять секс на железные гвозди ну и как вы понимаете запасы гвоздей на корабле исчезли треть экипажа начала спать на палубе чтобы вытаскивать и обменивать гвозди который держит секс на железные гвозди жали их гамаки они даже не думая выдергивали гвозди из самого корабля буквально разбирая его на части и пока еще не поздно капитан уоллес был вынужден отчалить побежденный не оружием а похотью перевел и озвучил мудреныч пиздец на проте пизда победила корабли не сотен лет в исследовании тихого океана доминировала испания она наносила на карту острова контактировала с разными местными культурами и даже обнаружила то что оказалось краем австралии но к середине 17 века у них я долго любил свою соседку и вчера проиграла жопу в карты и любовь сразу прошла теперь я хочу большего с алексеем вот это другое другое дело сразу видно хэппи энд появились конкуренты голландия голландская ост-индская компания основала торговый порт который сейчас называется джакарта отсюда отплыл абель тасман чтобы наконец найти неведомую южную землю первое путешествие привело его на остров который позже будет носить его имя тасмания а затем на западное побережье того что он назвал новой зеландии в честь острова в дании тут первый контакт с маори был шоком один из его кораблей попал в засаду группы воинов которые забили до смерти троих его людей тасман вернулся в порт он был убежден что это но да жесткая зеландия на самом деле деле является западным побережьем той сам ли во время второго путешествия тасман проплыл вдоль северного побережья австралии но он назвал это новой голландии потому как андей в 1721 году конкурирующая голландская west инская компания начала еще одну экспедицию чтобы найти неведомую южную землю но вместо этого был обнаружен странный малонаселенный остров с огромными мегалитическими статуями и поскольку они прибыли туда в пасху то они назвали его островом пасхи чтоб вы понимали когда кто-то обнаруживал остров или участок суши в тихом океане он не хвастался этим потому что место расположения этих островов составляла государственную тайну никто не хотел лишний раз оспаривать с кем-то территорию например как это делали британия с испании вокруг фалклендских островов в общем загвоздка я могу быть модером замечательно чего там где-нибудь обязательно будешь что у всех был какой-то один кусок карты а полной картины ни у кого не было а вот когда полные карты уже у всех были помните что случилось с германскими колониями в тихом океане во время первой мировой их захватила япония и австралия так что если бы и тогда все все знали про открытие друг друга сражений за острова было бы не избежать в 1766 году история исследования тихого океана резко изменилась на сцену бывший модеру папича могу помочь это самое лучшее как его причина тебя не брать модерацию вышли французы неся с собой новые просветительские идеалы наукой ночи в философии и этнографии луи антуан де бугенвиль в честь которого названы и остров и растения получил разрешение на первое французское кругосветное плавание и он был первым кто взял с собой ботаников писателей и картографов чтобы они изучали новые земли и народы его самая важная остановка была на острове таити который он присвоил франции не зная что только что там был уоллес и после такого же теплого приема который был с гвоздями британцев бугенвиль начал думать о таити как о своего рода рай на земле именно так он описал таити в своем журнале путешествие вокруг света который стал бестселлером бугенвиль смотрел на таити как на своего рода эдем населенный невинными и непорочными благородными дикарями да это была идея которую люди оспаривали даже в его время бугенвиль также описывал таити как чувственную страну чудес полную природных красот еды свободного времени и сексуальной свободы и эта идея засела в европейских головах место куда может прийти любой и отрываться сколько угодно главное чтобы были гвозди таким имиджем индустрия туризма пользуется и сегодня ну а бугенвиль стал первым знаменитым исследователям тихого океана он был тем кто расхваливал свои открытия во славу своей страны они держал их в секрете но его слава быстро затмилась открытие европейцами таити произошло в решающий момент в 1760-х годах вся европа работала над одним из первых многонациональных научных проектов по наблюдению прохождение венеры по диску солнца если наблюдать за этим из нескольких мест то можно будет вычислить расстояние между землей и солнцем в 1761 году наблюдение не удалось из-за облачной погоды а прохождение в 1769 году было последним в поколении и нельзя было его пропустить точки наблюдения должны были быть в норвегии южной африке и южной части тихого океана но подходящее место не было известно пока уоллес не нашел таити поэтому в 1768 году великобритания обратилась к малоизвестному человеку по имени джеймс кук это был 39 летний опытный мореплаватель который привлек внимание своими астрономическими наблюдениями и исследовательскими работами и знаете это было что-то новое путешествие направленное конкретно на научные исследования в его команду также входил на спасибо дело один за продление натуралисты джозеф бэнкс который должен был проводить этнографические наблюдения и собирать образцы ни для кого не было секретом что путешествие кука исследовательская он прибыл на таити и стал свидетелем не только прохождение венеры по солнцу но и многого другого кук встретился с таитянской предводительницей пуреей которая также встречалась и с уоллесом она позволила научной команде кука собрать картографические измерения ботанические образцы предметы повседневного обихода и хуя эти рисунки людей а еще у нее нога факт показывает либо у нее там просто палец указательный либо она стоит на руках либо хуя еще поймешь да и эта нога честно говоря оставляет желать лучшего жилищ растений и инструментов кук не просто каталогизировал информацию об этом месте но и делал это так что даже люди на самых нижних ступенях европейского общества могли познакомиться с частью далекой страны многие рисунки бэнкса стали дешевыми популярными печатными изданиями но кук также заметил что оценка численности местного населения полученная его командой было меньше чем у уоллеса по мере того как его путешествие продолжалось он понял что контакт с европейцами принес эпидемии и заболевания передаваемые половым путем другим словами простое присутствие кука разрушала все общество с которыми он контактировал даже несмотря на то что кук был против насилия на таити кук познакомился с советником пуреи тупо ей помните и тупая советник пуреи он был во второй серии тупая был врачом священником устным историком политическим советником и астрономическим навигатором он мог по памяти перечислить 130 островов правда некоторые из них были духовными представлениями или мифологическими домами предков но в целом среди них были острова общества окружающие даити острова кука острова тонго само и фиджи тупая также нарисовал несколько акварельных рисунков с помощью набора бэнкса когда кук собрался покидать таити тупая настоял на том чтобы присоединиться к экспедиции и отправиться в англию кук был против он побоялся что ему и так небогатому человеку придется еще и содержать тупаю в англии но вот бэнкс был богат и сказал что позаботиться о человеке на которого он смотрел как на гения но в то же время и как на своего рода любимого питомца однако в конечном счете тупая оказался бесценным переводчиком навигатором и экспертом по вопросам тихоокеанской культуры он провел кука через острова общества он определял на право влени и правильно оценивал через сколько дней они увидят землю бля нихуя нихуя себе тупая на самом-то деле ебануться какой умный был в новую зеландию именно тупая говорил с маори и убедил их смириться с присутствием кука в ходе экспедиции на карту была нанесена вся береговая линия новой зеландии и восточного побережья австралии таким образом стало понятно что она не является частью легендарной неведомой южной земли но тупая к сожалению так и не добрался до англии он умер от болезни которую подхватил на территории современной индонезии а у кука было еще два путешествия он почти достиг антарктиды когда искал неведомую южную землю затем наблюдал за сокращением населения на островах и исследовал арктику в поисках северо-западного прохода он также был первым европейцем который высадился на гавайях охуеть он оплавался к сожалению там он и погиб во время рискованной попытки вернуть украденную лодку но эту историю я приберегу и возможно когда нибудь сделаю ролик о джеймсе куки на своем основном канале а сейчас вальять сделать столько невероятных свершений перетрахать пол острова за гвозди и сдохнуть по причине того что кто-то лодку спиздил да не похуй ли тебе было на лодку нас просто а ну хотя они бы не вернулись обратно а ну да короче ну что ж не повезло просто посмотрите на кукой тупаю два мореплавателя с разными традициями образованием и культурами вместе совершающие путешествие за открытиями в синеве тихого океана спасибо 17 век ой бля в общем блин вот так вот ребята вот такой вот конец великого человека как легко может оборваться жизнь